видео журнал горячий мастер представляет родник на горе или под горой вода яд обратите внимание сейчас у нас разрез так сказать местности с возвышенностью с плоскогорьем что-то в этом роде и вы видите пласты вот есть там глина суглинок песок водоносные слои и вот водоупорный слой тоже из глины указан в общем это гора да и горе видите вот во втором сверху уровне в песке водоносном слое есть грунтовые воды то есть синим выделено вы видите есть труба которая из-за в этом месте обустроена и по ней течет вода для удобного места где воду набирать то есть можно подойти или подъехать воду набрать вода там течет все культурно значит люди приезжают на машинах из города довольно много набирают эту воду считают ее хорошей полезной но все это в черте города и вот видите рядом нарисован дом и около которого есть скважина которая пробурена куда-то туда уже в межпластовые воды и вот те люди которые приезжают за вот этой водой вот набрать воды под горой а вода которая течет с горы люди подъезжают набирают воду и никто из них никогда не задумывался почему они не встречают совершенно местных жителей со своими канистрами или ведрами у этого родника почему ведь квартал который находится рядом с этим родником боль довольно большой около ста домов я говорю о том месте где-то на южном урале куда я бывает приезжаю по своим делам это в общем-то башкирия и район где хорошо добывают нефть и вот люди приезжают на этот родник он находится практически в черте города набирают эту воду увозят домой считаю что это польза что можно с этой водой хорошо солить ставить брагу пить чай и все прочее а местные люди на этот родник не ходят и никто из приезжих не обращает на это внимание совершенно а местные не ходят два дома поблизости ходят ну а все остальные пробурили скважины и понимают что та вода которую они пробурили она совсем другая она настоящая а та вода которая течет с горы это в общем-то яд а почему эта вода течет сверху почему она яд да потому что вот на этой горе на этом плато находятся нефтяные скважины нефтяные скважины бывают разные которые качают нефть а есть такие через которые закачивают воду под высоким давлением обратно в пласты это та вода которая приходит первоначально с нефтью смеси это очень вредная ядовитая вода и и обратно закачивают еще добавляя дополнительно речную воду чтобы создать избыточное давление в пласте чтобы нефть легче выкачивалась из-под земли и вот как раз вот эти условия при закачке воды и работе скважин на поверхности создают жуткие условия по грунтовым водам которые собираются от понятия верховодкой видите это стрелочки которые показывают через верхние грунты вода хорошо просачивается вот в этот песочный водоносный слой и стекает уже где-то с краю этой возвышенности или плоскогория где люди набирают эту воду после того как эту воду прокипятишь и попробуешь после нее сразу чувствуется какой-то неприятный вкус во рту и вода дает очень большое количество отложений всевозможных в посуде если ей дать отстояться и когда вот когда-то раньше мне вот рассказывали приезжала машина которая отбирала эту воду и увозила на лабораторное исследование чтобы давать отчеты загрязняет ли нефтяная компания родники и прочее но никогда никто не давал на эту воду плохое заключение в газете писали про этот родник конкретно что вода с максимальным конечно превышение всех пдк но никто не писал что вода к использованию запрещена дело в том что люди по своему незнанию по своему непониманию приезжают и набирают именно эту воду и еще расскажу никто из них не видел местных жителей набирающих вместе с ними воду на этом роднике летом местные жители кто-то подключает свой шланг чтобы набрать воду для полива но это допустимо но а носить воду для питья еды из местных никто не носит а люди все еще продолжают приезжать из города на своих машинах набирать эту ядовитую воду увозить к себе и ее пить считая что это полезно эта история она в общем-то подходит практически для всех возвышенностей из под которых или с которых стекают воды которые люди начинают использовать как питьевые то есть если вы уверены что на этой возвышенности или на этом плато нет никаких технических задач каких-нибудь производства никаких ферм да и полей тоже тогда вы можете набирать эту воду для своего использования потому что если на на плато растут зерновые культуры то их обязательно обрабатывают гербицидами гербициды это вреднейшие химические так сказать удобрения которые не позволяют расти сорнякам есть еще применяет лекарства которые убивают насекомых и вот в комплексе эти лекарства действуют на растущие молодые организмы вызывая у девочек бесплодие а у мальчиков так сказать недоразвитие половых органов и это все просто нельзя пить если где-то из-под горы вытекает родник а сверху находится какой-нибудь карьер какое-нибудь предприятие они просто чистый лес то эту воду пить нельзя лучше набирать воду в родниках которые находятся в долине реки именно вот эта вода считается хорошие для употребления для того чтобы набирать ее и увозить ее с собой поэтому набирать воду из любой рядом с любой возвышенностью или с родника который течет из горы просто я не рекомендую чтобы не отравлять свой организм уважаемые зрители вы можете задавать вопросы любой сложности по вашей стройке реконструкции планирование участков домов и всего что относится к строительству через ватсап перед вами номер ватсап и номер телефона горячего мастера это совершенно разные номера жду ваших вопросов он на и Продолжение следует...